Евангелие от Лухи, глава 21. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. И спросили его, учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти? Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ, и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темнице, и поведут предцарей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмещения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумения, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят сына человеческого грядущего на облаке силою и славою великую. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Досподобитесь избежать всех-всех будущих бедствий и предстать пред сына человеческого. Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Послание к Ефесянам, глава шестая. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом. В простоте сердца вашего, как Христу. Не с видимыми только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав через слава ваше истинную и облегшись в броню праведности и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всём известит вас тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога, Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего и Иисуса Христа. Аминь». Книга пророка Исаии, глава шестнадцатая. Посылайте агнцев, владетелю земли, из селы в пустыне на гору дочери Сиона. Ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов арнонских. Составь совет. Постанови решение. Осени нас среди полудня, как ночью. Тенью твоею укрой изгнанных. Не выдай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные маавитяне. Будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет. Грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли. И утвердится престол милостью. И воссядет на нем в истине в шатре Давидовом судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неивстовстве его, неискренно речь его. Поэтому возрыдает Моав о Моаве. Все будут рыдать. Стенайте о твердынях Кирхаришета. Они совершенно разрушены. Поля Исивонские оскудели, также виноградник Севамский. Властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Иозера. Расстилались по пустыне. Побеги их расширялись, переходили за море. Посему и я буду плакать о лозе Севамской, плачем Иозера. Буду обливать тебя слезами моими, Исивон и Елеала. Ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование. И в виноградниках не поют, не ликуют. Виноградарь не топчет винограда в точилах. Я прекратил ликование. Оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли из сердца мое о Кирхаришете. Хотя и явится Моав и будет до утомления подвизаться на высотах и придет к святилищу своему помолиться, но ничто не поможет. Вот слово, которое изрек Господь о Моаве издавна. Ныне же, так говорит Господь, через три года, считая годами наемничьими, величие Моава будет унижено. Со всем великим многолюдством. И остаток будет очень малый и незначительный. Книга Премудрости Соломона, глава 3. А души праведных в руке Божьей, и мучения не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью. И отшествие от нас уничтожением. Но они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные они будут многооблагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют, как искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви прибудут у Него. Ибо благодать и милость со святыми Его, и промышления об избранных Его. Нечестивые же, как умствовали, так и понесут наказание за то, что презрели праведного и отступили от Господа. Ибо презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны. Жены их несмысленны, и дети их злы, проклят род их. Блаженно неплодная, неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа, она получит плод при воздаянии святых душ. Блажен и евнух, не сделавший беззакония рукою и не помысливший лукавого против Господа, ибо дастся ему особенная благодать веры и приятнейшей жребий в храме Господнем. Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет. Если и будут они долгожизненны, но будут почитаться за ничто, и поздняя старость их будет без почета. А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда, ибо ужасен конец неправедного рода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok